Ты очень хотела красиво проиграть? Я не хотела проиграть. Химки, Щелково, Ступино, Электросталь, Подольск, Видное. Всего более 50 лучших шашистов из 9 городов Подмосковья съехались на областной турнир по русским шашкам в видновский дебют. Мероприятие проводится в муниципалитете уже в третий раз. Первый стол – Баранчикова, Реутов. Игроки поделены на три возрастные группы. Самому опытному под 90, а самой маленькой участнице в видновчанке Варваре Зуевой всего 5 лет. Мне нравится играть в турнирах по шашкам. А ты чаще побеждаешь на турнирах? Ну, иногда-то да, иногда-то нет. Шашистам предстояло показать хорошие результаты во всех семи турах. Соревнование проводилось по швейцарской системе, когда друг с другом играют соперники, у которых одинаковое количество очков. Если ты выигрываешь, то ты поднимаешься в турнирной таблице, а если проигрываешь, то опускаешься к более слабым. И чем выше ты поднимаешься, тем тебе тяжелее и тяжелее. На этом построена система бухгольца. То есть, когда одинаковое количество очков, складываются очки твоих соперников. Шашечный клуб существует в Витнам с 1994 года. За это время организации удалось воспитать множество первоклассных игроков. Сейчас очень сильный участник – это Ира Баранчикова, которой 11 лет. Она привезла нам серебряную медаль с последнего первенства в Московской области среди юниоров. Достойное выступление. Ну и мы стараемся, мы только развиваем детей. Почему мы учим их играть и в шашки, и в шахматы? Потому что и шашки, и шахматы дают возможность думать со стороны. Сейчас шашечный клуб особое внимание уделяет привлечению детей и молодежи в свои ряды. И, судя по участникам этого турнира, задачи он прекрасно справляется. Сейчас очень много ребят пришло играть в шашки маленьких. Я надеюсь, что в ближайшее время и наши юные шашисты будут занимать первые призовые места в областных, по крайней мере, соревнованиях. Я когда первый раз сходила на турниры, мне очень понравилось. И я решила заниматься шашками. А что тебе понравилось в такой игре? Ну, она была очень интересная. Там нужно было думать. Это очень хорошо развивало логику. У меня было много турниров до этого. И таких же, как этот, у меня было много. Ну и как успехи? Довольно хорошо. За два года второй взрослый. Победители турнира были награждены кубками и медалями. И отдельно отметили самых юных участников. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видно этого.